МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости в студии Екатерина Сегида. И вот главная тема, о которых расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крепкое производство. Какую уникальную линию запустили в Минераловодском округе? Нервы сдали, чем закончилась совместная жизнь пенсионеров из Нефтекумского округа. Раз, два, три, елочка гори! В Ставрополе заработали елочные базары. И назрел извечный вопрос, искусственная или натуральная? В нелегком вопросе разбиралась Анастасия Толстолуцкая. Достойный ответ в Шотландии. В Минераловодском округе запустили линию по производству виски. Предприятие полного цикла работает на Ставропольском зерне и отечественном солоде. В торжественной церемонии принял участие замминистра экономразвития страны Сергей Назаров. Кира Мартынова с подробностями. Вот так выглядит первый Ставропольский дистиллят. Линия уникальна для страны. Так завод стал первым предприятием полного цикла по производству крепкого купажированного алкоголя. Если раньше, например, в Россию все висковые дистилляты ввозились и потом мастеры купажа в России делали купажи для своих брендов, то сейчас мы построили первое в России предприятие полного цикла, в котором мы будем производить наши российские виски по самым передовым технологиям и по самым традиционным технологиям, которые есть в мире. Это очень важно, потому что до этого в России никто этого не делал. Работает предприятие на отечественном сырье. Зерно Ставропольское, Солод, Российский. Именно климатические особенности, вода, сельскохозяйственные возможности Ставрополя, зерно, именно это дает нам возможность здесь производить самые высококачественные виски. Именно поэтому мы здесь построили завод первичного виноделия по виске. Заводы предприятия находятся в Московской области, Дагестане и на Ставрополье. Бренды входят в тройку лидеров в стране. Надеюсь, что с учетом производства достаточно дорогой, качественной продукции односолодового дистиллята, позволяет, конечно, иметь широкий диапазон продукции. От односолодового до различного купажированного продукта. Поэтому думаю, что скоро мы уйдем от поставки дистиллята, который фактически импортируем, значит, на собственный дистиллят. Завод продолжает строиться, увеличивает мощности. Планируется организовать промышленный туризм по предприятиям. Хорошее производство с точки зрения налогообложения, потому что достаточно большой объем налогов поступает в казну Ставропольского края. В следующем году Ставропольские предприятия-концерна планируют отчислить в бюджет края порядка 6,5 миллиардов рублей. Как сделать регион еще более привлекательным для инвесторов, в том числе за счет комплексного развития Кавминвод, говорили уже в стенах многофункционального центра Минвода Экспо. На совещании участники обсудили новые подходы к формированию мероприятий по комплексному развитию КМВ на ближайшие 6 лет. Кира Мартынова и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Теперь о происшествиях в Кисловодске. 32-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. 50-летний водитель грузовика не успел среагировать и наехал на пешехода. С переломом ноги и рваной раной лица, пострадавшей в больнице, ГИБДД проводит проверку. О других ЧП в оперативной сводке. Нервы сдали. В селе Каратюбе поссорились супруги. Женщина не выдержала и вонзила нож в шею 82-летнего мужчины. Муж скончался на месте. Как сообщили в Краевом следкоме, 74-летняя подозреваемая под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Опрометчивое решение. В Железноводске 39-летний мужчина забыл барсетку с деньгами на ступеньках магазина. А когда вернулся, ничего уже не было. Полицейские просмотрели камеры и вычислили подозреваемого. 52-летний мужчина присвоил чужое имущество и забрал оттуда более 20 тысяч рублей. Теперь злоумышленника будут судить за кражу. Бессовестный обман 75-летнему жителю Кисловодска позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются повесить на мужчину кредит. Под предлогом отмены несанкционированной операции собеседник убедил пенсионера перевести накопление на якобы безопасный счет. Ставрополец поверил и отправил злоумышленнику более миллиона рублей, звонивший в розыске. Новый год не за горами, а это значит, что пришло время сделать ответственный шаг – поставить дома елку. С каждым годом все больше людей выбирает искусственное новогоднее дерево. А для тех, кто остается верен натуральной елке, в Краевой столице организовали специальные базары. Уже зарядилась новогодним настроением Анастасия Толстолуцкая. Раз, два, три, елочка горит! На днях на главной елке края в Ставрополе торжественно зажгли огни. А значит, пришло время и нам создать себе новогоднее настроение. И главный атрибут праздника, конечно же, елка. Я в этом году разорилась и купила домой искусственную. А вот в редакцию мы всегда ставим настоящую. Запах новогоднего дерева и подбор наряда для елки во время обеденного перерыва. Не жизнь, а настоящая сказка. Для ценителей живых деревьев в Краевой столице открыли елочные базары. Все деревья там сертифицированные. А выбрать елку вам помогут настоящие профессионалы. Очень тщательный отбор производился. Выбрали мы каждую елочку. В единичных случаях нет даже косых, крылых. Все в элитной премиум категории будут. Как выбрать людям? Пусть приходят, мы вам поможем. Выберем лучшую. Большинство елочных базаров работают круглосуточно. В любое время мы выберем лучшую елочку. Упакуем, что надо сделаем. Загрузим машину. Нужна будет доставка. Организуем доставку, подъем и тому подобное. До самой двери. Минус живых елок в том, что зеленые иголки постепенно желтеют и осыпаются. Кстати, цвет дерева зависит от погоды. Пожелтевшая в туман елка может вернуть прежний зеленый цвет в хорошую погоду. А вот при выборе искусственной елки стоит обращать внимание на материал. Такое дерево простоит намного дольше. Живу в частном доме. Времени особо нет. За настоящую елку, тем более, его возить. Постоянно нахожусь в командировках. Поэтому искусственная елка для меня идеальный вариант. Натуральную, да. А почему именно натуральная? Ну, запах, во-первых. Прям атмосфера Нового года чувствуется. Искусственная елка или натуральная – дело вкуса. В этом году в Ставрополе работают 16 специализированных точек. Для безопасности наших жителей все елочные базары оснащены огнетушителями. Обязательно имеется упаковочная пушка, упаковочный материал для удобства наших граждан, которые могут погрузить елку в машину. На сегодняшний день у нас помимо елочных базаров, которые организованы на территории города, еще елочные ярмарки организованы рынками города. Мы нашли свое идеальное новогоднее дерево. Выбор пал на пушистую сосну. Но неотъемлемая часть праздника, конечно, украшения. Каждый год в редакции мы устраиваем конкурс на лучшее украшение кабинета. В этом году тема логова дракона. Поэтому мы решили задобрить символ года и украсить кабинет так, как он любит. Драконы очень любят цитрусы, поэтому мы засушили апельсины. А чтобы в кабинете всегда приятно пахло, купили палочки корицы. К украшениям и выбору наряда на Новый год дизайнеры советуют подходить ответственно. Год деревянного зеленого дракона – это мифологический змей, который символизирует императорскую власть. Соответственно, принять его нужно в благородных цветах. Такими цветами являются красный, зеленый, золотой. Но если выбирать зеленый, это не салатовые оттенки, а именно изумрудные, более глубокие. Нежелательно использовать белый, розовый и синий цвета. Помимо мяса драконы любят тропические фрукты и цитрусовые. А тем временем елка уже в кабинете. Остается только украсить. И вот она нарядная, на праздник к нам пришла. И много-много радости отделу новостей принесла. Мы повесили еще вот такого маленького дракошку, чтобы еще раз порадовать символ года. А с нетерпением жду 2024-го. Анастасия Толстолуцкая, Артем Хорошилов, Павел Селиверстов и вся команда Ставропольского телевидения. В Ставрополе на улице Железнодорожной завершили ремонт дороги. На участке заменили гравийное покрытие на асфальт, сообщили в Краевом Мендоре. Там выровняли покрытие, обустроили лоток для отвода воды. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В Ставрополе ввели в эксплуатацию новую школу на улице Федеральной. В учреждении оборудовали спортивные и актовые залы, столовую, а также игровые площадки, сообщили в региональном министерстве образования. Планируется, что учебное заведение на 990 мест откроется в 2024 году. Возвели школу по нацпроекту образования. В хуторе Кизилове завершается реконструкция фельдшерско-акушерского пункта. В медучреждении провели инженерные коммуникации и заменили кровлю, сообщили в Краевом Минздраве. Сейчас заканчивают отделку помещений. Ремонт ФАПа проходит по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить работы планируют к концу года. Жителю Кировского округа открыть строительный бизнес помог соцконтракт. Мужчина закупил оборудование и материалы, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты Ставрополья. Теперь предприимчивый житель может выполнять кровельные работы, класть тротуарную плитку и шлакоблоки, заливать бетонные ступеньки и монтировать сайдинг. Поддержка занятости населения проводится по нацпроекту «Демография». Это все новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. Также напоминаю, что мы ждем ваши вопросы на наш номер и рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Сейчас Алексей Форсиков расскажет о погоде. Ну а я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на следу 20 декабря. До Нового года, сами видите, сколько осталось. А у нас все еще не зима. Вот сами смотрите. По всему краю в эту следу у нас обещают ясное небо. И сильно для декабря плюсовые температуры. В Ставрополе ясные плюс 6. Неведомых минеральные воды плюс 5 днем. А уж в изобильном так и вовсе плюс 9. И ветер в этих городах всего 2 метра в секунду. Световой день 8 часов 46 минут растущая луна. Калминводы здесь вообще курорт во всех смыслах. И тепло, и санатории, и парки, и ясно. В Кисловодске аж плюс 8 днем. В Пятигорской Синтуке плюс 7. И только в Железноводске всего плюс 6. В ветерных уротах такой же 2 метра в секунду. На Востоке и Севере тоже тепло. В Ипатово и Дивном готовы плюс 10. Малооблачная и без осадков. В Невтекумске и Буденовске переменная облачность. Ветер 2-3 метра в секунду. А днем плюс 6. На сегодня о незимней погоде. Все. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА